Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали, и так впервые, например, попали на наш ютуб-канал. Я сегодня вас приглашаю на прогулку возле, вокруг комплекса мандарин, который находится в Адлере. Наша задача сегодня прогуляться здесь с вами в округе, посмотреть, как дела на море, и как в этой части готовиться к сезону и к встрече гостей Адлера. Не буду затягивать, давайте начинать. Приятного просмотра! И начнем мы с вами, друзья, нашу прогулку вот с этого замечательного сквера. Здесь есть детская площадка, здесь очень красивые лысые белые деревья. Вот здесь стоит памятник, в честь него и назван этот сквер. Также, друзья, здесь большое количество различной высадки, есть цветочки. Очень интересная клумба, которая сделана в виде книги. И вот пера, посмотрите, какая-то интересная смотрится. Цветы, конечно, такие подзавяли немножко, но я думаю, что их к сезону высадят еще раз, оккультурят, и смотреться это будет очень-очень клево. Я хочу еще ваше внимание обратить на вот эту церковь. Посмотрите, как она смотрится. Явно не православная. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы с вами начинаем путь. Значит, смотрите, здесь также, как лайфхак, да, пользуйтесь нашими всегда лайфхаками. Вот тут есть парковка, вот она бесплатная. Мы здесь тоже очень часто паркуемся, когда приезжаем с детворой покататься в скейт-парке. Здесь есть еще также воркаут-площадка и паркур-площадка, недавно ее установили. Вот ребята катаются. По погоде, да, у нас сегодня, или, друзья, дожди с утра. Так, минуты проедут. Сегодня 12 апреля, плили дожди, но после обеда даже выглянуло солнце, и мы, конечно, не стали сидеть дома и отправились к морю. И, соответственно, я сразу решил вам показать эту часть, как здесь готовиться. Недавно я снимал Эмиритинку, Олимпийский пляж. Можете посмотреть, ссылочку я оставлю в описании. Здесь пока не открылось вот это заведение. Здесь открылся прокат, но еще часть заведения остается закрыта. Еще я хочу сказать следующее, что гулять по набережной становится все сложнее и сложнее, потому что все больше заведений начинают работать, функционировать и готовят еду. И со всех щелей доносятся шикарнейшие запахи шашлыков, овощей, различных вкусняшек. Вот мы с вами попадаем сейчас на набережную. Мы здесь неоднократно гуляли, я ее неоднократно вам показывал. Это пляж Чайка. Делится на пляж Чайка 1, Чайка 2, даже, по-моему, Чайка 3. Здесь пустовато, волнорезы, очень много песочка, такой очень-очень мелкой-мелкой гальки. Морюшко сегодня, сами видите, такое темненькое, по-настоящему черное, потому что идут дожди. Чилаут-зона. Здесь в хорошей погоде еще выставляют подушки бескаркасные, и можно отлично провести время. Вот видите, обычно волна где-то там останавливается, а сейчас волна заходит аж вот куда. Попробуем с вами именно здесь пойти. Я надеюсь, нас не катит. Вон там на волнорезе ребята экстремалят. Так, вот смотри, сейчас ваша волна их бахнет. Фумс! Ну так, чуть-чуть. Да. Отличная идея для фотографий, но опасно. Вот видите, вода их накрывает. Дальше у нас с вами по курсу будет пляж, он называют, это тоже чайка, мандарин, он же и жемчужина Сочи. Ребята, он нереально широкий, но единственное, что вот как раз, когда идут дождики, что купаться тут будет невозможно, так как он находится прямо возле реки Мзинта. Здесь есть такой вот волнорез с какими-то установками. Также написано, что туда проход запрещен, где ребята стоят. Но, конечно, самые отчаянные, вот видите, памс! Волна пошла. Вот, накрывает их, видите как? Вот. Ну, что не сделаешь, да? Ради, ради контента, как говорится, ради красивых фоточек. Вот, видите? Вот так вот залезли на эти крюки, спасаются от волны. Да, волны сегодня серьезные, такие достаточно метра-полтора, но хорошо хотя бы не ветрено. Так, набережная, ребята, вот так вот выглядит. Здесь есть такая небольшая фото-зона. Я люблю пляж Чайка. Вот. Начинают здесь какое-то укрепление, вот что-то наварили, уже вот даже отчасти что-то покрасили. Сейчас дойдем, покажу, что здесь изменилось, что здесь улучшилось. Все пытаются сфотографироваться на волнорезе, когда бьет волна, и, как правило, все уходят мокрые. Вот как вот эти женщины, видите, вот. Удивляются. Почему же мы промокли? Ну вот потому что хорошо хоть не смыло. Да. А вот, кстати, мои гуляют. Посмотрите, какие сильные волны. Настенька, мальчишки наши. Ну что, давайте тоже, конечно, попробуем. Не, ну я не хочу намокнуть. Он, тем более, такой низкий волнорез. Немножко постоим. Мы сейчас с вами дойдем еще туда, в самый конец. Там катают серферы. Там пляж серферов. Заодно посмотрим, понаблюдаю. Думаю, многим будет интересно. Но лично мне залипать на это очень и очень интересно. Сам хочу себе купить серф-доску и сделаю на YouTube-канале рубрику, как буду учиться, как будут дела у меня в этой теме проходить. Настенька, мы идем дальше. Ребята, двигаемся дальше. Немножко Настеньке показал, что я тут. Они вот гуляют, отдыхают на море, а мы с вами пойдемте дальше смотреть. По кафешкам, ребята, здесь ничего, в принципе, не изменилось. В этой части Адлера, в отличие от той, здесь все, как функционировало зимой, так все и функционирует. Единственное, хоть я не помню, была ли вот эта терраска, но мы вот сегодня пришли сюда и что-то с Настей вроде решили, что как будто бы ее не было. Ну, что-то основание как будто бы стояло, но всю вот эту мебель, нам показалось, что ее вот только поставили. Либо она была закрыта каким-то забором, что ее тупо не было видно. Скорее всего, даже вот так вот. Переодевалочки скоро будут функционировать. Вы вот сами посмотрите, какая широченная здесь береговая линия. Очень много песочка. Нам здесь очень нравится и я уверен, что летом здесь просто космос. Очень хотел это место вам показать сверху, но, к сожалению, тут полетать нельзя, так как находится аэродром. Здесь бесполетная зона. Здесь более находятся всякие вышки воинские, какую-то часть какая-то непонятная. Вот, а тут уже самолеты приземляются. В целом, вот так этот комплекс выглядит. Здесь на любой вкус всякие разные кафешки, заведения, ночные бары, клубы, рестораны, караоке. Здесь все собрано на таком небольшом клочочке земли. Здесь всегда людей много. Вот мы здесь, да, зимовали, постоянно тут гуляли. Ну, часто, точнее, мы сюда приезжаем. И всегда здесь многолюдно. Летом. Здесь летом выставляются лежаки, соломенные бунгалы. Делают обстановку кайфовую. Я смотрел картинки в интернете, как здесь красиво. Вот, конечно, летом здесь отдыхать. Ну, отчасти прикольно, да, то, что вся движуха, но отчасти не совсем как бы вау, потому что людей здесь по-настоящему много. Вот, видите, самолет пошел на взлет, а вот тут они приземляются в этой части. Вот тут можно увидеть как раз вот эти соломенные бунгалы. Их сейчас убрали, они находятся за специальным таким ограждением за сеткой. Вот, но в ближайшее время их выставят. Тут цена, наверное, какая-то, какой-то бар будет, да, судя вот по барной стойке. Да, здесь прям, видимо, тыц-тыц, такая музычка играет. Также здесь вот есть прокат сабдоса, который сейчас не функционирует, и именно здесь он ни разу не функционировал. Вот так это все выглядит. Вышка спасательная. Люди, видимо, пытаются поиграть в волейбол без волейбольной площадки. А, вон, волейбольная площадка дальше есть. Так, а вот непосредственно можно уже в море увидеть ребят, которые катают на досках. Это серферы. Это не на саб-досках, друзья, это серферы. В Сочи есть два пляжа. Это в Хосте. И вот тут пляж называется Сочфония. на той стороне реки находится. Там есть баньки, есть бассейн. Подробнейший выпуск можете посмотреть на канале. Я тоже снимал. Здесь пошла такая зеленая зона. Высадка. Это очень приветствуется. И вот их очень-очень много бунгал. Они здесь все расставляются летом. И здесь прям по-настоящему будет очень и очень классно. Из-за дождей здесь сбила берег. Он туда еще удлинялся. И здесь была коса. В ту сторону была коса. А сейчас коса вообще с другой стороны. Вот так вот. Видите, идет. Интересно поменялся рельеф данной местности. Прям ничего себе. Я удивлен. Посмотрите, какая скорость у реки. Какой идет поток. и вот серфер, вот один встал, ловит волну. А я тут сразу заметил, смотрите, из воды торчит такой металлический хрюк. Смотрите, столб даже это можно назвать. И вот тут уже прям очень и очень грязная вода. Вот прям безумно. Посмотрите, река впадает, происходит обратное течение. Из-за этого течения вот так ломается волна. Гляньте, как это красиво смотрится. Ну и конечно серферы, которым такая погода конечно только на руку. А вот и самолет садится, про что я вам говорил, да, это бесполетная зона. Посмотрите, какие волны. И вот видите, какие они долгие, но черные. Сегодня они, ребята, черные. вот видите, где здесь сейчас обрывается берег, он раньше туда уходил. Опасно подходить конечно к краю, потому что может обрушиться и мы попадем с вами в реку. Но скорость довольно-таки приличная. И вот встречаются, как говорится, два одиночества река Мзымта и Черное море. А тот пляж кайфовый. Мы снимали, и говорю, посмотрите обязательно обзор. Он конечно не для купания из-за реки, из-за вот этого течения обратного. Но вот если вы вдруг любитель покататься, то знайте, что в Сочи можно катать. Вот такой вот ребят у нас с вами получился небольшой маленький видеоролик. Показал вам пляж. Я думаю, что это многим будет актуально. Кто еще думает, а где отдыхать, на какой пляж лучше ездить, а есть ли песок или только галька, какая тут галька, какой песок. В общем, вот показал он же пляж Чайка, он же пляж Мандарин и он же пляж Жемчужина Сочи. Классный пляж, вот прям сто процентов летом хотя бы один раз посетить его точно стоит. Поддерживайте выпуск лайком, делайте конечно же репосты, это очень помогает в развитии канала. Нас становится все больше и больше на канале и это меня очень сильно радует. Я с вами прощаюсь, до новых выпусков, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял, всем пока!